Возьмем сильный неодимовый магнит и несколько стальных шариков. Поставим их в цепочку на немагнитном рельсе. А теперь приблизим к магниту еще один шарик и отпустим его. И крайний шарик на другом конце цепочки отлетает с неожиданно большой скоростью. Поставим на его пути массивную мишень и он ее опрокидывает. Наша задача состоит в том, чтобы разобраться с этим явлением. Объяснение явления физики начинают с самых простых ситуаций и опытов. Уберем магнит и возьмем два шарика. Один положим неподвижно, а второй толкнем на него. Если шарик толкнуть резко, чтобы он скользил, а не катился, как это делают в бильярде, при ударе он передаст неподвижному шарику почти всю свою энергию, а сам остановится. Так проявляют себя законы сохранения энергии и импульса. Теперь положим в ряд несколько одинаковых шариков. При столкновении еще одного шарика с такой цепочкой от нее отскакивает только самый крайний шарик. Следующий за ним может двигаться медленно, а остальные шары стоят на месте. Можно считать, что такое столкновение происходит поочередно по цепочке. Первый шарик обменивается скоростями со вторым, затем второй с третьим, третий с четвертым и так далее. Это похоже на то, как вагоны поезда толкают друг друга, когда поезд трогается с места. На этом принципе основано действие игрушки, известной как колыбелька Ньютона. Ньютон в такой колыбельке не спал и не придумывал ее. Но поскольку ее движение управляется законами Ньютона, как и любое другое движение на свете, почему бы ей так не называться? Теперь мы вернемся к нашей пушке. В чем здесь основная хитрость? Если поставить за магнитом один шар, при запуске пушки он никуда не отлетит. Ведь сейчас оба шара притягиваются к магниту с одинаковой силой. Но когда за магнитом стоят два шара, второй шар отлетает после удара с приличной скоростью. Тем более, если за магнитом стоит три или четыре шара. Дело в том, что налетающий шар притягивается к магниту очень сильно, а отлетающий гораздо слабее. Задний шар получает толчок, переданный по цепочке, а магнит его не удерживает, поэтому он улетает с большой скоростью. Чтобы показать, насколько быстро меняется сила притяжения шара и магнита, мы зажали магнит и шар в деревянной оправке. Подтянем за оправку с шаром датчиком силы. Сила отрыва составила 36 ньютонов. Это и есть сила, с которой магнит притягивает к себе шар. Теперь вставим между магнитом и шаром прокладку толщиной в 0,7 мм. Снова потянем за датчик. Сила отрыва уменьшилась до 28 ньютонов. Увеличивая раз за разом толщину прокладки, построим график зависимости силы притяжения от величины зазора. Видно, что эта сила убывает очень быстро. Поэтому шар приобретает свою скорость буквально на последних миллиметрах приближения к магниту. Посмотрим на это движение, засняв его на скоростную камеру. Интересно, а с какой скоростью улетает шар, выпущенный из нашей пушки? Чтобы узнать это, мы поставили на его пути пару фотоворот, разделенных расстоянием 10 см. Компьютер засечет время, за которое шар пролетит от одних ворот до других, а затем рассчитает скорость шара. Запускаем шар, и его скорость оказалась равной 2,8 м в секунду. А чтобы получить большую скорость, надо использовать более мощные магниты, устанавливая их в несколько ступеней один за другим. Субтитры создавал DimaTorzok